Здравствуйте! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Юлия Великодной в этом выпуске. Умышленное применение силы или ответная реакция на агрессию. Что же на самом деле стало причиной нападения врача на пациентку в Иенгрии? Уменьшает видимость и затрудняет ориентирование. Туман повышает риск аварийных ситуаций на дорогах. В Якутске подготовили прорубь для крещенских купаний. На руднике Удачный в Якутии автоматика отключила подачу электричества. По предварительным данным, на момент аварии в руднике находилось более 170 человек. Все шахтеры ГОК Удачный были выведены на поверхность. Пострадавших нет. Прокуратура города Удачный организовала проверку по факту аварии. В настоящее время частично восстановлено электроснабжение рудника за счет подачи электроэнергии через один из двух независимых электрических входах. В рамках проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам произошедшего, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. В Нюрингринском районе врач участковой больницы напал на пациентку. Об этом стало известно благодаря очевидцам, которые выложили в сеть видео с места происшествия. На нем видно, как врач применил силу в отношении женщины. Девушка обратилась в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении мужчины к уголовной ответственности. 1 января в Центре культуры села Йенгра была новогодняя дискотека, куда собрались все участники данного инцидента. Как рассказала Герелма Аюрова, компания выпивших местных девушек во главе с Анастасией Дмитриевой напала на нее без особых на то причин. Начали кидаться всякое разное, ругалась, материлась. И так я у нее спрашиваю, что я тебе сделала, только в ответ я ничего такого ответа полноценного не услышала. Версия подружек немного иная. Главную героиню Анастасию Дмитриеву мы, к сожалению, не застали, так как в данное время она находится в Хабаровске. Там не было этого, они не нападали, они просто Настя танцевала и задела Геру. Просто кусанулись, а там побежала прятаться за Вову. И Вов подошел, ударил Настю в глаз прям. Мы давай побежали себя разнимать, и вот нас всех там отталкивали в этом центре. Конфликт далее развился уже в здании больницы, куда Анастасия приехала с подругами снимать побои. Побои не снимаем, но я пошел зафиксировать как бы обращение, ну если там требовалось какая-то помощь, чтобы ее оказать. Да, ну пришел я на место, да, начал записывать. Ну и здесь пришла, получается, сама пострадавшая, на которую напали, да, то же самое сделать заявление. Ну и получилась перепалка, драка, да, все быстро произошло. Начали ее избивать в углу. Ну я не мог по-другому как поступить, как просто их оттаскивать. Да, ну и напали, соответственно, на меня, то, что я ее защищал. Сзади рубашку все поцарапали, разорвали рубашку. Другая Анастасия, тоже участница конфликта, рассказала следующее. И там он начал, это вот, мы подождали его сначала, когда он придет. Потом он зашел и начал всех нас таскать. Меня он за волосы потаскал. Сестру мою, Снежану, он душил, угрожал ей. Все говорил, я вам помогала, вы что делаете? Потом вот Маша пришла, он уже успокоился там, разъяренный весь был. Все, успокоились, сели и тут разговаривать давай. Она говорит, я заявление буду писать Насте Дмитриеву. И потом вот Маша пришла и видео включила. И он начал ей по рукам долбить. Виноватой ни себя, ни своего защитника в данном инциденте Аюрова не считает. Получается, как бы из-за меня, да, его так прямо в соцсетях всяк раз напишут. По сути, получается, человек просто защищал другого человека. Они засняли этот момент. Люди ничего не знают, там комментируют. В данное время в Нернгримской ЦРБ ведется служебное расследование, результаты которого будут ясны в течение трех дней. Сегодня Владимир Наумов написал заявление на очередной отпуск с последующим увольнением. Вступил в программу «Земский доктор». То есть ему был выделен 1 миллион рублей с условием отработать 5 лет. Но он отработал полтора года. То есть ему придется возмещать вот эту выплаченную сумму по назначению. Напрашивается вопрос, почему на таком массовом мероприятии не был обеспечен правопорядок. К слову сказать, недавно был сокращен опорный пункт в селе Йенгра. И поэтому в данное время один участковый закреплен за тремя пунктами. Прокуратура уже расследует данное дело и в скором времени сделает свои выводы. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, НВК САХ, Нерингри. К другим темам. Как только улучшится погода в Булунском районе, полярные авиалинии приступят к выполнению производственных программ в полном объеме. Акционерное общество занимается перевозкой жителей района, а также тексинский филиал выполняет срочные санитарные задания и заказные рейсы. За 2017 год компания выполнила порядка 250 авиарейсов. Облегчил подготовку воздушных судов к вылету в условиях низких температур новый моторный подогреватель. Постоянное модульное здание для оперативной группы филиала. Мы практически уже после выхода зимних каникул, новогодних каникул, имели возможности вылетать по Булунскому улусу по новым тарифам. И мы были готовы летать. Но в связи с тем, что сложились очень благоприятные погодные условия, условия низких температур, особенно в южных улусах нашего района, как Булун, Сектях, Намы, мы на данный момент ограничены в возможностях выполнять эти полеты. Поэтому я считаю, что как только погода возобновится, условия, метеоусловия улучшатся, мы будем выполнять нашу программу в полном объеме. В республике введен режим повышенной готовности из-за вероятности возникновения аварийной ситуации на дорогах. Трасса УМНА соединяет Якутск и Ленск. Об обстановке на региональной дороге, пролегающей через Хангаласский улус, узнавала Виолетта Засимова. С начала 2018 года из-за туманов в Англазском районе произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пять человек. Так, 11 января на 36-м километре автодороги УМНАС автомашина Тойота НООХ под управлением жителя села Актёмце, занимавшегося частным извозом, совершила столкновение с грузовой машиной. Пострадали три человека, из них один несовершеннолетний пассажир. Это несоблюдение дистанции, в основном. Вот спереди идущая автомашина, например, грузовая автомашина, идет задымленность, и водители сзади идущей автомашины не могут увидеть спереди идущую автомашину и не сбрасывать скорость. Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Вам кажется, что предмет далеко, например, свет фар встречного автомобиля. А на самом деле он близко. Скорость автомобиля, вам кажется, маленькая. На самом деле он движется быстро. У нас очень сильный туман, загазованность транспортных средств, плотная остановка. Сотрудниками отдела ГИБДД по Ханглавскому району были названы наиболее аварийные участки автодороги УМНАС. Самый аварийный у нас это 36-й километр, вблизи с границей с городом Якутском, и также 83-й, это участок вблизи города Покровск. Также сотрудники госавтоинспекции напоминают о недопустимости остановки транспортных средств на краю проезжей части в темное время суток и в условиях плохой видимости без аварийных знаков во избежание дорожно-транспортных происшествий. Виолетта Зосимова, Александр Ярков, НВК САХА, Ханглавский УЛУС. Выборы президента России пройдут по новым правилам. Основные поправки в законе коснулись способа голосовать вне избирательных участков и отбора наблюдателей. Эти нововведения посвятили семинар в Якутске для представителей территориальных избирательных комиссий. Подробнее в материале Саргалана Захаровой. Уже через два месяца пройдут главные выборы страны, выборы президента Российской Федерации. Как отметил руководитель администрации главы правительства республики Федор Борисов, они должны пройти на самом высшем уровне. Нет, прожидатели будут использовать любой шанс. Самую маленькую мощность в работе избирательных комиссий. Значительные перемены коснулись общественного надзора за ходом выборов. Если раньше на участках находились представители партий, то с этого года наблюдателями предстанут определенные люди, которых заранее выберут из общественных организаций. Наблюдательный совет организуют через Общественную палату республики. Общественность – это мы с вами, это люди те, которые имеют избирательное право. Наблюдатель должен быть человек искренний, во-первых, добросовестный человек. Всего по всей республике отберут более тысячи наблюдателей. Списки обнародуют после 10 февраля. Однако уже сегодня известно, что их пополнят представители таких крупных общественных организаций, как Лига женщин-якутии, Лига отцов, Первичные профсоюзные организации и Торгово-промышленная палата. Еще одно новшество, которое коснется непосредственно самих избирателей – это упрощение процедуры голосования вне своего избирательного участка. Так отпадает необходимость в заблаговременном получении открепительных листов. Подать соответствующее заявление территориальной избирательной комиссии за 45 дней с 31 января по 12 марта, либо участковые избирательные комиссии с 25 февраля по 12 марта. Также заявление можно заполнить в любом филиале многофункционального центра или через портал госуслуг. После этого в намеченный день избиратель сможет отдать голос за своего кандидата в ближайшем для него участке. На семинаре также сообщили, что досрочное голосование сохранится только для отдельных категорий граждан, тех, кто по роду своей деятельности находится далеко от населенных пунктов. У нас в районе на трех избирательных участках будет вестись досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Там есть оленеводы и коневоды. В целом по стране на конец 2017 года готовность принять участие в голосовании заявили около 60% избирателей. При этом в правительстве страны ожидают явку в 70%. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск. С каждым годом в крещенских купаниях участвуют все больше желающих. В Якутске подготовка к православному обряду началась сегодня. В местности Зеленый Лук уже пробили прорубь, установили купель и палаточный навес. На место прибыли бригада спасателей и службы городского хозяйства. Продолжит Василий Радченко. Нынешняя купель для столицы республики 13-я по счету. Самые первые крещенские купания состоялись в Якутске в 2006 году по инициативе МЧС и православной церкви. Сегодня организаторов гораздо больше. Службы городского хозяйства обеспечивают электричество и транспорт. Сотрудники МЧС и ГИМС занимаются установкой палаток, которые вмещают в себя единовременно до 150 человек. Прежде всего мы устанавливаем эти палатки, обеспечиваем безопасность при проведении этого мероприятия. С каждым годом желающих окунуться в ледяную воду становится все больше и больше нюансов, которые организаторам приходится учитывать, чтобы обеспечить безопасность на льду. Сегодня мы провели прорубь, куда будет опущено специальное металлическое ограждение. Мы называем просто люлькой для безопасного купания жителей Якутска и гостей нашего города. Не только толщина льда имеет значение. Автопарковка на Зеленом Лугу сегодня может вместить около тысячи машин. Предусмотреть нужно многое, ведь число участников купаний только растет. Прошлый год у нас искупалось в целом по республике 65 тысяч человек. 48 купели. В городской купели у нас 43 тысячи человек искупалось. В этом году мы ожидаем не меньше народа, может даже и с нарастающим, но зависит от температуры воздуха. Завтра в первой половине дня пройдет освещение купели, а с 15 часов у жителей и гостей столицы уже появится возможность принять участие в обряде купания. Добраться до места можно как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте. Автобусы будут курсировать с Преображенского храма. Василий Радченко, Кристина Якупова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.